Возникли вопросы по предыдущим сообщениям, по предыдущим докладам. А можно я тогда сразу? Это доктор Байшеву. По поводу использования ларингеальных масок. Вы выделили интерсурджиковские маски iGEL в определенную отдельную группу. Упомянули, что они немножко стоят особняком от остальных ларингеальных масок. Почему? Вот какая особенность этих масок, вы считаете, заставляет их выделить какую-то в отдельную группу? И какие должны быть специальные показания или противопоказания к использованию? Вот именно эта группа ларингеальных масок – это первый вопрос. И второй вопрос касается ларингеальных трубок. Не масок, а трубок. Используются ли они у вас в клинике? И насколько эффективно, удобно и так далее? По вашему мнению. Спасибо. Маску iGEL мы выделили, потому что она по дизайну отличается от остальных ларингеальных масок. Там нет манжетки. То есть она приоформлена для дыхательных путей. И принцип такой, что силикон, который у нас сделан, размягчается по действительной температуре, он должен занять форму, которая адекватно прилегает и облегляет. И вызывает адекватное прилегание и герметизацию. У нас были эти маски на апробации, мы несколько попробовали, довольно большое количество, но, честно говоря, неоднозначное мнение. Часто случается, что она прекрасно устанавливается, но довольно часто возникает утечка, особенно у пациента, который нужно вентилировать. И как бы мы не отказались. Что касается ларингеальных трубок, то мы их не использовали и не используем. Для этого есть причина или просто так не сложилась? Ну, как-то, я думаю, что исторически, поскольку родина ларингеальной маски, то она как бы заполонила все операционные все страны и в дальнейшем распространила дальше в Европу и в Америку. Просто ларингеальных трубок как-то они практически… Но я, честно говоря, ни разу их не видел, операционные, мы их ни разу не использовали. Я думаю, исторически. Спасибо. Коллеги, какие еще, может быть, вопросы? Ну, у меня вот еще один вопрос, может быть, я вот Фиделя добавлю. По ряду классификаций Айджель относится к надгортанному воздуховоду. Вот, и так уже получилось, что мы расширили показания, проводя искусственную вентиляцию легких и анестезию с использованием надгортанного воздуховода Айджель. Фидель, вот у меня к вам еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, там на слайде, когда вы показывали Айджель, у вас ход, который для аспирации предназначен. Там стоял воздуховод, мне показалось, не воздуховод, а проводничок. Да, там уже стоял. А для чего? Он как бы для демонстрации был там показан, чтобы показать, что через, там есть дополнительный канал, через который можно, по идее, не только аспирировать, но можно поставить там зонт желудочный через этот канал. Это значит, что тренирование жидкости для профилактики аспирации. То есть он не постоянно устанавливается, но, в принципе, он может быть устанавливаем. Спасибо. У меня вопрос к Николаю Рудольфовичу. Когда вы рассказывали про анестезию при эндоскопических вмешательствах, скажите, а есть ли у вас опыт использования Дексдора, который сейчас вроде как позиционируется в том числе и в эту нишу? Один раз у нас была презентация, на этом весь опыт наш заканчивается. Но это по каким-то причинам не связано? Нет, связаны просто у нас нет от того препарата и все. Понятно. У меня вопрос есть, Феделя, большое спасибо. У вас две интересные были такие доклады-лекции. Скажите, вот та лекция, которая была посвящена целевой инфузионной терапии, да? Вы совсем не упомянули о навигационных системах, да? Есть такая тактика использования навигационных систем с точки зрения оценки гемодинамики. Используете ли вы эту систему? Я знаю, в Австралии разрабатывается эта проблема. Вы имеете в виду под навигационными системами? Вектор изменения гемодинамики исследуется при этом. В какую он направлен в сторону? И второе. Сопоставляете ли вы, так сказать, те подходы, которые вы употребляете в использовании инфузионной тактики, соизмеряете ли вы с весом больных в послеоперационном периоде или нет? Потому что есть работы, которые, в общем-то, достаточно убедительно свидетельствуют, что в течение ближайших 3-4 суток после операции имеется, ну, во всяком случае, относительно тракальных больных, имеется задержка жидкости, связанная, так сказать, с условиями мониторинга заинфузионной терапией. Что касается навигационных систем, то мы их не используем. Те мониторы, которые показаны, используем широко, в том числе монитор для прямого измерения артерийного давления обсчета кривой, позволяет, так бы, выделить отдельные этапы вплоть до доставки кислорода, но тенденция, она, как бы, в виде тренда только определяется, не без какой-то либо локации. Что касается взвешения пациентов, то, как правило, в нашей хирургии, в период сейчас малоинвазивно, довольно много операций эндоскопических в колоректальной хирургии, в верхней и та же брюшной полости, в гинекологии, и мы заметили, что у этих пациентов потребность жидкости гораздо меньше, и как раз у нас другая ситуация возникает, когда пациенты избыточное количество жидкости получают, и которые приводят к отеку тканей, практически гипоксии и так далее. То есть мы сталкиваемся с другой ситуацией, когда пациенты, наоборот, избыточного веса, а не недостаточного веса. Поэтому мы стараемся как бы минимизировать инфузионную терапию внутрионную в течение операции в соответствии с параметром гемидинамики. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Может быть, продолжение этой тематики, целиориентированной инфузионной терапии, наверное, тогда, когда речь идет о малоинвазивной хирургии, соответственно, это не очень травматичные операции, хотя и у разной категории по тяжести пациентов. Но, тем не менее, не хотелось бы, наверное, чтобы наша аудитория воспринимала такой подход абсолютно применительно ко всем ситуациям. Потому что есть же вещи, связанные с травматичностью, с большой вероятностью кровопотери, с кровопотерей состоявшейся. И вопрос здесь, что мы хотим достичь этой целиориентированной терапией? Обеспечить доставку, сэкономить инфузионные среды или что? Владимир Владимирович, вы так очень акцентировали внимание на этой позиции. Может быть, вопрос к моим коллегам и справа, и слева. Владимир Владимирович, сначала, может быть, вы, а потом вы, я боюсь, более правильно, наверное, слева. Потому что у нас такого опыта работы, как целиориентированная терапия, инфузионная терапия, не было. И я сослался как раз в своем докладе на литературные данные и в надежде, что, Фидель, вы сможете больше правильно ответить, более профессионально. Потому что профессиональный ответ – это всегда, когда не только теория, но теория сочетается с практикой. Здесь практического опыта работы у нас на отделении, и у меня лично нет, к сожалению. Если мы будем говорить о практике, то, как я уже сказал, мониторинг сердечного выброса в основном была попытка связать экономику с клинической практикой. Эти множественные исследования, которые показали сокращение нахождения пациентов в сценарии, надеялись, что это все перерывется в экономическую составляющую, и поэтому это как бы поддерживало всячески менеджмент администрации госпиталя. Поэтому госпиталь получал дополнительное финансирование, если мониторинг использовался. И как бы это все отслеживалось, и мы активно использовали. То есть как бы это двигалось в большей степени сверху, чем снизу. Как бы мониторинг сердечного выброса, он как бы насаждался сверху, а не было какого-то движения снизу, я бы сказал. То есть все сейчас как бы более-менее складывается в сторону, что мы используем это для пациентов высокого риска. То есть пациентов, которые предполагаются в высокой кровопотере, пациенты, которые исходны с высшего высокого риска экстренной операции, пациентов, у которых уже кровотечение в процессе, когда установится артериальная линия, почему бы не подсоединить датчик сердечного выброса, сердечного индекса. То есть оно как бы логически, вы получаете еще один параметр, который вы можете отслеживать, и которые изменения как бы раньше наступают, чем другие изменения в гемодинамике более грубой. Но как бы я бы не сказал, что мы используем его широко. Возможно, можно использовать шире, но мы как-то ограничиваемся пациентам высокого риска в данный момент. Спасибо. Я почему не зацепился за эту фразу у Вадима Анатольевича, когда он сказал, что гиперволемия у наших пациентов хуже, чем гиперволемия. Я просто помню, как меня учили, мы всегда говорили так, что инфузия должна идти впереди ножа. И поэтому так или иначе, перед травматичным этапом вмешательства важно обеспечить волемический подпор и, по сути дела, гиперволемическую гемоделецию. Другое дело, что это совершенно не исключает, с моей точки зрения, возможности использования мониторинга, потому что это позволяет все же более целенаправленно работать анестезиологу и в руках параметры предпостнагрузки, сердечного выброса и, в конечном счете, оценки волемического статуса. Поэтому, скорее всего, это надо рассматривать, наверное, как дополнение к традиционным классическим подходам в анестезиологии, чем прибегать к этому только с целью ограничить использование инфузионных растворов с какой бы то ни было позиции. У меня вопрос к Сергею Аркадьевичу Розенгарду, если позволите. Дело в том, что примерно такой же доклад прозвучал в Геленджике на всероссийской конференции, и прозвучал он из уст Карелова Алексея Евгеньевича, и его, в общем-то, вывод несколько противоречил вашему, хотя в свое время он работал и у вас, и он заявил, что, в общем-то, не имеет абсолютно никакого значения, какими анестетиками и препаратами мы работаем, потому что они не оказывают прямого токсического эффекта, а речь идет, собственно говоря, о той анестезии, которую мы применяем. Главное, чтобы она была хорошей. Ну, по крайней мере, я так понял его доклад. Вот, все же, поскольку вот так оригинально назвали свой доклад, миф или реальность, и четыре вывода дали, а можно все же конкретизировать в одном – это миф или реальность, что наша анестезия обладает таким эффектом? Во-первых, я не говорю, что там есть токсический эффект. И в каждом моем докладе не было, что анестезия и какие-то препараты обладают токсическим эффектом. Было вначале сказано, что профессор Фрид, который был руководителем нашего научного отдела, он считал, что глотан есть токсический эффект. В дальнейшем говорилось о том, что некоторые препараты оказывают влияние на рост опухоли, но процитотоксический эффект, естественно, нет. Так это был бы практически химиопрепарат. Химиопрепаратами, естественно, наши все препараты не являются. Есть много влияний. Можно дать хороший наркоз пропофолу, можно дать хороший наркоз с селфлюраном. Но вот сейчас идет перспективное такое исследование, о котором уже говорилось потом в следующем докладе. Там уйдут большие надежды на применение пропофолу в сочетании с правовертебральной анестезией. Так что пока этот вопрос не решен. Миф этой реальности. Честно говоря, не я называл этот доклад. Мне его дали, я бы под него сделал. Я бы назвал его по-другому. Но смысл в том, что пока вопрос не решен. Надо еще остановиться. Но никакого цитотоксического действия у наших анестетиков нет. Есть боли и меньше. Алексей Евгеньевич, наверное, говорил о том, что важно изучение того, как говорил Фрид, иметь, чтобы анестезия была хорошей в плане стресс-непродуцирующейся, как говорил раньше Фрид, анестезия. И в этом отношении это важно. Спасибо большое. Я не знаю, есть ли в зале люди, которые в свое время участвовали в дискуссиях, проводимых, там, скажем, профессором Фридом и Юрием Ковальевичем Шанином, в отношении того, какая анестезия лучше, меры лептоноргезии или фторотановой или галатановой анестезии. Но я помню, когда он докладывал результаты работы Института онкологии и говорил о том, что при нейролептоноргезии, вот концентрация катехоламинов, там, в частности, адреналина значительно выше, например, лептоноргезии, и вроде как анестезия галатана, она лучше, чем это. Я помню, Юрий Николаевич сходу сказал, а как же концентрация адреналина не может быть выше, если используется адреналин, блокируется рецептор, и адреналину не с чем связываться. Поэтому, конечно, он будет в крови. Понимаете, тут в любой ситуации можно приводить доводы и истории с другой стороны. Все зависит, наверное, от той задачи, которую мы ставим в дискуссии. Но это, наверное, уже потом еще более детально я остановлюсь на этом. А вот у меня вопрос сейчас к Виктору Анатольевичу Коречкину. Я правильно понял, Виктор Анатольевич, что вот у пациентки с инфарктом высокий риск, и Анатоль не явился ключевым препаратом, который способствует благоприятному течению. Но мне показалось, что снижение концентрации тропонина началось за сутки до того, как вы начали использовать Анатоль. Поэтому насколько можно связывать эффект с этим препаратом в данном случае? Это одно клиническое наблюдение у пациента, которого мы оперировали на высоте инфаркта. По динамике рост тропонинов, в смысле снижение уровня тропонинов начинается на вторые сутки. И как раз в этот момент было выполнено оперативное вмешательство. Но поскольку риск был большой, и единственное, что пришло в голову, это использовать этот препарат с тем, чтобы профилактировать своего рода рецидив инфаркта или повторный инфаркт. И клиника показала, что мы угадали в этой ситуации. Поэтому все прошло более-менее хорошо. Хотя надо сказать, что, конечно, уровень тропонина при чистом виде инфаркта миокарда – это маркер. Когда есть сочетание нескольких факторов, то повреждение миокарда, то, о чем мы говорим, с силой интоксикации и других факторов, тоже может отражаться на уровне тропонинов. Но в данном случае выраженного повреждения такого не было. О чем говорит снижение уровня тропонина потихонечку в течение, по сути, тела недели. Вот таким вот. Спасибо большое. Ну, да. И, конечно, не только этот препарат. То есть в комплексе есть стандартные принципы ведения пациентов с инфарктом миокарда. Но в этой ситуации мы посчитали нужным добавить еще и этот самый... Нет, он. Хорошо. Спасибо большое. Коллеги, есть ли еще вопросы? Да. Иван Владимирович, скажите, пожалуйста, вот твой очень интересный доклад, опять-таки, по противоболевой терапии, организованной, правильно организованной. И как ее правильно организовать, подчеркиваю, да? А скажите, пожалуйста, вот вы организуете сеть таких семинаров по противоболевой терапии. А скажите, эти семинары затрагивают какую-то часть, которая будет касаться активации антиноцептивной системы? Ведь ряд пунктов, которые вы перечислили, улучшение, ну, например, так сказать, изменение сна пациента, да, и, в частности, его инвертирование, в большей части связано не с тем, что мы выводим наркотические аналогетики, а тем, что иногда включается правильная работа антиноцептивной системы. И вот как с этих точек зрения преподавание идет? Она вообще исключается или нет в преподавании воздействия? Дело в том, что наша клиника занимается, она адресована в основном интервенционным методикам лечения боли, и поэтому, вот, собственно, я и говорю в конце, что может быть реальной альтернативой лечения тяжелых болевых синдромов, рефротерных для обычной стандартной терапии. Поэтому в цикле тех семинаров, которые мы проводим, мы этот вопрос, если рассматриваем, то рассматриваем, наверное, кулуарно, потому что наша первая идея – это дать анестезиологу кусочек хлебушка и обучить его тем методикам, которые он потом может применять в своей работе, когда к нему обращаются коллеги с тем, что вот есть пациент, блин, ну вот не могу ничего с ним сделать, помоги обезболить. И вот тут вот мы даем момент, который дает пациенту. То, что касается, то, что должна быть активирована антиноксинцептивная система, это несомненно. То, что должен психологический статус пациента быть нормализован, это несомненно. Это все вещи, которые входят в понятие мультидисциплинарного подхода к лечению болевого синдрома. Потому что далеко не всегда требуются наркотики. Например, при том же раке молочной железы можно избежать применения дополнительных анальгетиков, только если мы выявим вовремя муофасциальный синдром, который у этих пациентов зачастую развивается за счет вынужденного положения плеча. Поэтому вот примерно так. Ну, глубоко уважаемые коллеги, не могу не заметить, что, в общем-то, здесь можно идти в сторону в этой дискуссии, потому что от прямого вопроса. Ну, как же мы забыли об активации антиноксинцептивной системы? Ведь введение морфина есть не что иное, как активация именно антиноксинцептивной системы. Он работает-то в этом звене, а не наоборот. Поэтому вы этим и занимаетесь. Я тоже хотел вам задать вопрос, потому что мне показалось, что мы, в общем-то, вроде как поговорили со всеми докладчиками и чуть вас не забыли. Иван Иванович, вы серьезно говорите о том, что нам нужна отдельная специальность, которая бы занималась исключительно болью? Да, Юрий Сергеевич, я совершенно определенно на этот вопрос говорю, потому что это, в общем-то, общемировая тенденция. Если вы знаете, то Европейская Федерация изучения боли, ЕФИК, она сейчас посредством своего комитета по образованию тоже ведет, хотя у них там это субспециальность. Сейчас ведется разработка единой программы европейской по подготовке специалистов в области лечения и по иммунизмингу. Единый будет введен в 2018 году, наверное, единый для всего Евросоюза экзамен по этой специальности. И они рассчитывают, что действительно это будет отдельной специальностью. Как сказал заведующий отделением анестезиологии университетского госпиталя в Пампуне, моему учителю и другу Хуану Торису Кахаравиле, который сейчас является одним из ведущих пейн-менеджеров в Испании, когда Хуан пришел на отделение анестезиологии, он сказал, забудь о том, что ты анестезиолог. Если ты занимаешься болью, рано или поздно ты переключишься только на решение этой проблемы. Потому что я и по себе могу сказать, что да, я анестезиолог, да, я долгое время заведовал отделением реанимации анестезиологии, но сейчас я полностью переквалифицировался и занимаюсь только проблемами решения лечения хронического болевого синдрома. Сейчас это уже отдельная специальность. Спасибо большое. Коллеги, есть ли еще вопросы и желание выступить? У меня еще вопрос к Николаю Рудольфовичу. Очень интересный доклад, спасибо. Вы писали, что операции для 2,5-5 часов, это касается желудочных, операции на желудке и операции на толстой кишке. Да, да, совершенно. А как вы поддерживали, вот сказали, что они, кстати, операции на толстой кишке, под внутривенной анестезией, с назальными конюлями, как вы умудрялись поддерживать их дыхание, дыхательные пути в течение 5 часов? Принципиально, когда операция удлинялась, было видно, что это будет больше 2-х часов, просто мы переходили на постоянную внутривенную инфузию пропофоба. Ставили инфузомат. А дыхательные пути вы так же и побежали? А это абсолютно так же, они спокойно лежали, и бывали разные ситуации. Была один раз ситуация, когда прекратилась подача электроэнергии, больный был пробужден, ну, был какой-то перерыв, потом операцию продолжили. Понятно. Вот, так что. Нет, нет. Ну, и постоянно, конечно, контроль, сатурация, артериальное давление, то есть, понятно, что этот мониторинг, он как обычный интероперационный. Понятно. Спасибо. А еще у меня вопрос к Казану Джоулановичу. Очень интересно, у меня, потому что не имею никакого представления о системах, которые вы используете. А скажите, пожалуйста, а вот кто вводит препараты ежедневно? Ну, то есть, это пациент, его родственники, или кто-то приходит, медсестра вводит, или как вообще, то есть, это стерильность, и все-таки интеротекальное введение. И еще второй вопрос, а зачем нужно место на астетике, нельзя ли просто опиоид вводить место, то есть, как бы убрать эти риски моторных блоков и проблемы с позиционированием, проблемы с походкой? Там часть пациентов находились в стационаре, и во время стационара, естественно, персонал стационара вводил. Часть пациентов после стационара были приведены в хоспис, и, соответственно, введение дальнейшее осуществлялось персоналом хосписа. Часть пациентов была выписана домой и передана под наблюдением соответствующим службам по скорой помощи, то есть, были бригады по лечению боли, то есть, мы с ними связывались, проводили инструктаж, передавали всю информацию, как установлен катета, на каком уровне, какие рекомендуемые дозировки. Но таких было немного. И у шестерых пациентов родственники осуществляли введение препарата. Единственное, что, поскольку в ряде случаев необходим был контроль, то есть, раз в неделю обязательно кто-нибудь из сотрудников нашего отделения приезжал и осмотрел этого пациента. Если введение осуществлялось родственниками пациента. По поводу местных анестетиков, тут в основной роль сыграл не выбор анестезиолога, а организационные проблемы. У этих пациентов просто не удалось организовать выписку морфина после выписки стационара. Поэтому была выбрана инфузия местного анестетика. Только из этих соображений. Конечно, морфин в данном случае, наверное, оптимальный выбор. Спасибо. Коллеги, есть ли желающие выступить еще? Вопрос у меня такой. Скажите, а описаны в литературе случаи повреждения хрящей при использовании рентгельной маски при раздувании манжетки? В отношении хрящей я ничего сказать не могу, но есть описание повреждения мягких тканей, есть описание длительных параличей нервов с нарушением чувствительности языкового нерва. И довольно-довольно длительные. У меня была одна пациентка, у которой было онемение губы после операции, которая длилась несколько, несколько, пару недель, которое прошло потом. Как бы они безопасны, особенно у нас есть анастологические медбратья, они как бы не анастологические, они циркулирующие, они, во-первых, в палате побуждения, они же и операционные сестры, они же в анастезии. То есть они довольно активно норовят раздуть манжетку, то есть там они есть какой-то там объем, они как накачают, потом точно за ними нужен глаз до глаз. Особенно, когда используется, если используется за киси азота, потому что она как бы диффузирует манжетку. Спасибо. Коллеги, наверное, можно заканчивать с вопросами и дискуссией. Если нет желающих выступить, то я просил бы хотя бы несколько слов сказать сопредседателям. Начнем? А? Да, начнем с вас. Я еще раз хочу поблагодарить Владимира Анатольевича за приглашение. Очень интересная конференция и на очень высоком уровне. Масса интересных докладов, и я просто надеюсь, что это будет как бы, не знаю, уже регулярно или нет, но, по крайней мере, я надеюсь, в следующем году мы это с удовольствием повторим. И большое спасибо за организацию и за участие, за всех присутствующих. Федерин, спасибо. Коллеги, спасибо большое. Организую секцию анестезиологии в рамках онкологического конгресса. Мы не хотели, естественно, выделять онкоанестезиологию и считаем, что как таковой науки онкоанестезиологии нет. Конечно, это раздел общей нашей науки, анестезиологии. А когда мы формировали программу, то мы столкнулись с тем, что вот с особенностями проведения анестезии интенсивной терапии онкологического пациента, это и тяжесть состояния пациента, это расширенный объем, это многие технологии, появившиеся в последнее время новые, это и болевой синдром, это и психологические аспекты. И в три часа мы столкнулись, что невозможно сделать большие доклады, которые хотелось бы нам сделать. И мы попытались вот в три часа уложить нашу программу, как это удалось, уважаемые коллеги, судить вам. Я бы хотел поблагодарить всех докладчиков и вас, уважаемые коллеги, которые сочли возможным прийти на наше заседание. И, конечно, мы будем двигаться дальше обязательно. И, Фидель, ждите приглашения. Я думаю, что мы уже разговаривали в перерыве с Сергеем Аркадьевичем, говорили о том, что Петербург очень красив зимой. Так что ближайшие планы наши мы уже косвенно озвучили. Нам нужно, конечно, встречаться, общаться, доказывать обсуждения очень много. Как показалась сегодняшняя наша конференция, проблем очень много, проблем много нерешенных. И прежде чем передать трубочку Юрию Сергеевичу, я хотел бы попросить наших помощников, потому что у нас был такой немножко организационный момент, так как онкологи, они регистрировались уже давно и задолго. То анестезиологи, они по ходу пришли сразу же в зал. И у меня просьба, чтобы потом нам организационно мы могли пригласить вас на новое наше заседание. Мы попросили вас, наверное, не очень удобно, но вот на блокнотиках написать ваши координаты, чтобы мы могли в последующем вас пригласить на новое наше заседание. Я попрошу Регину Валерьевну и Евгения Николаевна, пройдите, пожалуйста, передам, соберите, пожалуйста, вот эти вот блокноты. Еще раз, уважаемые коллеги, огромное вам спасибо, и я передаю трубочку Юрию Сергеевичу. Уважаемые коллеги, мне тоже кажется, что наше заседание очень даже получилось, по крайней мере, в зале осталось подавляюще. Большинство всех тех, кто пришел к началу, даже по ходу еще кто-то подошли, но и ключевой показатель – это то, что все докладчики остались, а не покинули этот зал, ожидая дискуссии. Это тоже важно. А если серьезно, то действительно, мне кажется, заседание наше получилось, потому что оно позволило вот так вот очень свободно обсудить разные вопросы. И если подходить к тому, что я говорил в самом начале, к необходимости специализации дальнейшей в развитии нашего направления, то вот заключительная фраза мне понравилась у профессора, вот в рамках этой Макинтошевской лекции, когда она сказала, что надо остановиться на определенном уровне, потому что если дальше анестезиологи будут очень узко специализироваться, то мы потеряем самое ключевое, что приобрели за весь период развития анестезиологии самостоятельность. Мы опять попадем под пету хирургов. Если будут люди, которые будут работать исключительно только, скажем, обеспечивая эндоскопию, если они будут обеспечивать только какие-то отдельные операции, если только коронарный синдром, то волей и неволей они попадут под пету тех, кто определяет главную стратегию ведения этих пациентов. Это, конечно, не означает того, что в анестезиологии и ренематологии не требуется специализация или невозможно специализаться по узким каким-то вопросам, но все же базовый уровень подготовки должен быть настолько серьезным, чтобы анестезиолог и ренематолог могли ориентироваться в той или иной ситуации в достаточной степени уверены. Поэтому, когда мы говорим о формировании специальностей и субспециальностей, я вполне могу согласиться с Иваном Владимировичем, что терапия боли – это такая мультидисциплинарная, если не специальность, то направление, где требуется серьезное знание и в области анестезиологии, и неврологии, и топографии, и так далее, и тому подобное. И это, конечно, должно решаться в рамках определенной специализации. Но если посмотреть на перечень специальностей в нашей стране, то он, извините, в несколько раз больше, чем во всем мире. И на сегодняшний день Минздрав, насколько мне известно, стоит вопрос о их сокращении в нашей стране, потому что развитие, вот многие десятилетия у нас шло специальностей по методам. Появляется метод, ну, скажем, рефлексотерапии, появляются рефлексотерапевты, появляется там функциональная диагностика какая-то, появляется функциональный диагност. Это привело к тому, что на сегодняшний день доктор, обладая определенными навыками и возможностями, не имеет права, там, скажем, провести ультразвуковую диагностику, потому что у него нет сертификата на этот метод исследования. Поэтому все это будет пересматриваться, и, конечно, перечень специальностей будет уменьшаться. И сегодня, по крайней мере, не то время, когда можно заявлять или надеяться на то, что появится еще и специальность отдельное лечение по лечению боли. Хотя развивать это направление бессловно надо, и я согласен с выступавшими, что это определенный дефект кафедры анестезиологии и ренитологии в стране, и в городе в частности, когда мы не даем вот эти новые технологии, имеющиеся в наших руках. И когда специалисты сами по себе осваивают эти методы, периодически их демонстрируя, но не обучая это широко. Я думаю, что вот здесь присутствуют многие представители кафедр, как бы на этот аспект обратят внимание. А что касается содержательной составляющей, то мы в последнее время очень много говорим с позицией доказательной медицины и о доказательной медицине. Но я глубоко убежден, что применительно к анестезиологии и ренитологии это сделать очень трудно, а вот применительно к онкологии или анестезиологии в онкологии это сделать еще сложнее. Ну как можно проследить результаты или влияние анестетика в клинической практике, не в эксперименте, в клинической практике или анестезии на исход, когда мы знаем, что этот исход зависит от множества факторов, от распространенности опухоли, от генетических особенностей, от химиотерапии, От своевременности ее начала, от полноценности ее проведения, от влияния самих химиопрепаратов на исход и на течение заболеваний, на резервные возможности пациента. Тут много всего прочего. И поэтому, конечно, связывать одно с другим очень трудно. И вообще у меня иногда складывается впечатление, что тот или иной аспект очень хорошо и активно выносится на обсуждение, на демонстрацию, тогда, когда за этим стоят интересы тех или иных компаний. Появляется препарат, значит, мы начинаем говорить не сколько о препарате, сколько о недостатках других препаратов. Появляется кровезаменитель, то мы говорим о том, что нужно использовать ограничительную трансфузионную тактику. Появляется новый какой-то монитор с теми или иными функциями. Мы говорим, что очень важен мониторинг и оценка тех или иных параметров. Вот во всем этом важно не потерять самое ключевое. Рациональность использования того или иного метода и для чего он нужен. А нужен он для чего? Для того, чтобы получить максимально эффективный и полезный результат, как любил говорить профессор Шанин, покойный Юрий Николаевич. Потому что все наши действия как раз нацелены на это. На то, чтобы помочь больному преодолеть вот те недуги, с которыми он сталкивается. И, собственно говоря, цель вот этих всех наших обсуждений, докладов и рассуждений как раз направлена именно на это. Чтобы мы повышали свой собственный образовательный уровень во благо кого? Во благо больных, с которыми мы работаем. Еще раз спасибо всем за очень интересное наше мероприятие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.